на чем мы остановились значит мы сформулировали доказали перима 6.1 перима риса решаем про то что если h гильбертово пространство неважно над каким полем для любого функционала f пейзаж со звездой найдется единственный элемент игрок нулевой из аж такой где любого аргумента x из аж f от x работает по формуле x скалярно умножается на x нулевую мы ее доказали двумя способами и в конце лекции предыдущей когда спросил у даниила который сейчас пришел спросил какой вам больше нравится вы мне сказали что первое общее основанное на тереме проекции зачем как бы тогда я доказывал все парабельные случаи тот вариант ну вот например зачем представьте себе что вы решаете задание наше где надо найти сопряженный пространство в случае когда п больше единицы когда п равно единице для вот этих стандартных координатных пространство лп маленьких тут выясняется что то есть льку по сути где по и по связано отношением сопряженности стандартных вот схема доказательства всех этих штучек в этих задачах такая же как во втором доказательстве теоремы ириса фрише вы выбираете базис в этом пространстве лп элемент раскладывается ведь f от x на его представление сумма xn и n дает формулу и вот их сравняется сумма xn и фатен и фатен вы обозначаетесь через игрок н и доказывает что элемент как раз за льку и вот по этой форме все работы то есть вот это координатное доказательство случае два маленького гильберта просто типичного стандартного парабельного она становится источником вот идей для других пространствах где гильбертовой структуры нету как уже для них подмитров конечно так что уже вот этого достаточно тем мы занимаемся сегодня да еще отмечу вот такую задачу задания опять же задание задачи 99 по вам задачи формулируется так пусть h гильбертового пространства но я напишу в тех обозначениях которые сейчас будут в переве ханбанка м ваш это от пространства ну то есть замкнутые и немногообразия f линейный ограниченный функционал на м значит на куске пространства который является пространство то есть замкнут алгебраический действия линии на ограниченный функционал когда горит от терема и что это единственное продолжение этого функционала на все пространство существует единица функционал в салоной из аж со звездой такой что первое тюжение с волной на м совпадает c и во вторых норма у них одинаково вот сейчас у нас появится теорема в точности такая же как это по сути по сути но только вот уже не будет гарантированно единственно это опять же связано со свойствами метрики в гильбертовом пространстве помните у нас была теорема о том что элементы лучшего приближения в любом пространстве найдется единственным это тем что сфера смотри книжку когда он так садится на вот эту плоскость она касается при посадке сначала водой к точке потом она уже пристает касаться на следащих погружается там же посетение большое окружность но сначала касание в единстве . вот эти все эффекты они как раз поступает от значит тире мудас но давайте я с вашего разрешения сотрудит задачи напоминания и напишу здесь теорему хана банаха которым сейчас будем доказать там будут не следствие если мы скорее всего докажем следующий раз потому что сегодня я хочу там применение тексты с вами обсудить чтобы вы ну максимально вооруженными оказались экологически так перемешив 2 это 1927 год как принято считать хотя в двадцатом году ее доказал банах а сам пан но четвертом ну как всегда вот тут если бывает так что кто-то оказывается в тени других я вам говорю что скажем тире ма банах и штенгауза на тоже хана была доказана но как-то вот историческая наука решила что у хана уже есть как бы такая тире мы не будем хотя он опять же раньше чем доказал но и вообще хана вы должны знать уважать австрийского математика хотя потому что гедаль курт это его прям очень главное ну гедали вы знаете лучшими согласно все нахально что соглашаетесь но этим не знать должны лучше меня но хотя бы потому что вы курт логики сдавали а не мое время его на их мать еще него и так и рамка на банах пусть е линейно нормированных пространствах когда не говорим каким полем а значит все равно каким р и лица а иногда пишу х и надо вообще не пишешь это же самое значит пусть я линейно нормированных пространствах м в е это линейное многообразие ну вот не про траток это все задачи писала то что замкнута алгебраически можно его замыкание рассмотреть я не знаю кто это пространство по множеству или нет не знаю ф линейный ограниченный функционал на м ну то есть это линейное неприимное отображение действующее из м в наше поле к перем говорит а тогда найдется функционал f с волной из е со звездой никакой единственности видите здесь я не пишу просто найдется который как в этой задаче является продолжением функционала f и во-вторых продолжением сохранением норм вот это условие сохранения норма чтобы мы так не разузданно не продолжали а бы как она ведь о чем говорит ссылка норма оператора насколько он увеличивает грубо говоря единичный шар и насколько могут вообще увеличится размеры длины элемент так ну например вы решаете какую задачу вам купили большой дорогой монитор вы изучаете какой-то линейный оператор ну вот скажем единичный шарик ваше пространство занимает на край монитор вот только место а вот норма оператора но не превосходит 5 вот если вы возьмете экран пятикратным увеличением размера то шарик и ваши события все лабораторные проще за будут происходить на этом экране понятно знать такие характеристики иногда очень полезно все вот такая терем потом к ней будут прилагаться всяческие следствия я не буду сейчас писать чтобы не занимать про доску потому что на доске надо на всякий случай оставить побольше места для доказательства потом это доказать на этом месте напишу следствие а потом начну обсуждать применение пункт 0 будем считать что е вещественное и типорабельное почему значит я потом прокомментирую это верно это будет и в том случае когда пространство не обязательно парабельное и в том случае когда он комплексно но для первого раза нам удобнее разобраться механика доказать что здесь где какие будут упражнения где в каких книгах какие варианты переменять все потом в комментариях будет прилагаться договорились но я понимаю вы по молодости всегда разочарованы тем когда кто-то накладывает такие ограничения собираюсь вам рассказать о культуре но я на это скажу что есть знаменитая история про то как чебышок приехал в париж просто прочитать лекцию некого геометрического содержания которая назвала окройки платья но те парижские портные заняли первое место знаменитый профессор за россии пасноте львович вышел в доске сказал будем считать человеческую фигуру шаром ну и дальше все пошло как поехали понятно что портным это конечно вот как вам сейчас вот я вижу ваши кисловатые лица сепараемость понимаете здесь у меня будет просто обычная индукция а в не сепараемом случае там нуля маторна и трансминитные индукции полезут здесь когда я буду писать вещество я смогу писать что какое-то число альфа меньше какого-то числа бета если это комплексные числа я так уже не напишу а если напишу то мне лишь отолносят читать лекции там хитрые переделки технически неприятны но начинаем с этого более того можно здесь вот сравнивать не с нормой наш функционал с другими я тоже все скажу поехали но это основная идея состоит в том чтобы вот с этого самого м на котором у нас кто-то сидит надо начав эпоху великих графических открытий начать завоевывать новые измерения до тех пор пока мы все е как бы не освоим правильно кто название тихого океана отдал тихий океан андрей забыл тени я тогда не скажу подсказка в букве м магеллан ему повезло он потихого океана этому бескрайним уехал долго и он все время вел себя смирно но тоже любопытно присматривался к этим и так магеллан мы хотим вот это все захватить вот давайте делаем первый шаг захват и лучше даже сказать присоединение еще одного измерения ну если я совпадает м совпадает м то и присоединять нечего я буду считать что м у меня собственное пространство иначе не интересно правда раз он мне не принято не ранее даже буду считать что м чертой не ранее потому что представьте себе если бы было плотным многообразием у нас был недавно теоремка 3 то с плотной области определения можно ли единственный ограниченный оператор единственным образом сохранением нормы опять та же задача продолжить на все пространство как ведь ну в том случае когда второе пространство полное но в случае функционалов это все верно то есть вот этот случай мы исключаем ничего не теряя потому что иначе просто если вот так то просто перима 5 3 я отметку сделаю и пойду дальше вот если он не принадлежит то найдется пиксель его а мне принадлежащий вот этому м м чертой так ведь ну и вот да я рассмотрю следующую вещь значит давайте м я буду обозначать дальнейшем м нулевое это начальный объект в нашей цепочке я сейчас рассмотрю а многообразие м 1 равное м с ноликом плюс и не на оболочку x 0 здесь можно было бы не по звуканию работать потому что ну так ну я уж вот специально написал чтобы мы понимали что мы хотим исключить тривиальный случай вот смотрите у меня было бы условия м магеллан ленин на многообразие сейчас у меня появится целая цепочка м больших с индексами это начало вот первый кирпичик фундамент нулевой цикл строительстве знаете чтобы это когда выкопали яма то все и потом ушли и забыть я мы выкопали больше ничего не построить это нулевой цикл но еще к нулевому циклу можно отнести и случай когда не только яму выкопаленную залили бетоном будущий фундамент тоже ничего не построить жить негде вот был начальный стартовый кусок м нулевое теперь рассмотрим многообразие м 1 являющиеся прямой суммой м нулевое и единственной оболочкой вот того самого x нулевое которые не из него картина мира такая значит что это за мир это мир элементов вида z который за м нулевое плюс альфа на x нулевое альфа ну в нашем вещественном случае как мы говорили это константа так что где чего я все время точку запятой ставлю и она вас смущает дошло значит мы придумали с вами фактически определенные хорошие запятая есть же без точки ну ребус на такое принять но сами на профессии придумали кстати вот люди старой школы они не говорили же они всегда говорили йод ну вот название садачи буквы латинского поэту вот павл сергеевич александров который я упоминал который нам читал аналитическую но они все были немецко говорящими людьми основном профессора сформирована еще в гимназии до революции у них главным их рабочим языком в немецкий и иностранных значит каждый элемент из такого м1 он имеет такую структуру и вот если у меня было функционал f1 продолжение f на м1 он был у меня вот работал по формуле f1 от игр равняется f1 от вот этого z плюс альфа f1 здесь у меня была бы уже известная мне величина потому что z из m там у меня функционал уже был а вот здесь я мог бы взять любое значение вот этого продолжения f1 будущего на элементе x нулевое и вот каждое вещественное значение а давало бы свой вариант продолжения функционала f до какого-то линейного функционала f1 правильно совершенно безобидные вещи ну вот я тогда теперь говорю немножко иначе я говорю ну а давайте тогда просто сделаем вот эту формулу уже просто источником для продолжения нашего функционала мы понимаем что вот заполучить линейный функционал f1 на м1 это выбрать какое-то значение а при любом а будет линейное продолжение но оказывается что можно выбрать а так что норма не увеличится вот смотрите очевидно говорю я что норма функционала f1 больше образна чем норма функционала f правда же ой не f1 да f1 все правильно ну просто потому что здесь берется единичная сфера в m1 она больше чем единичная сфера в m0 нулевом ну и значит супремом тоже больше выбираем правда же вот наша задача наша цель выбрать параметр а так чтобы норма f1 была меньше либо равна норме f если мы этого достигнем то это это будет означать что у них нормы спадают и мы вот захватив присоединив еще одно из дверей не получим продолжение функционала с сохранением нормы а дальше запустится индукция помнив о себе правильности я возьму счетное плотное множество и начну вот так присоединять эти его элементы моему начальному нулевую рано или поздно получил какое-то многообразие синдекс вами бесконечности который либо совпадет со всем е либо поскольку в него войдут все элементы счетного я все напишу а я опять выйду на ситуацию с применением 5-3 вот собственно весь план я долго думал сегодня ночью когда размышлял я с вами разговариваю взять я понимаю что у вас эти трансцендент индукции же не напугаешь правда же и лима цорна и вообще но все таки вот я хочу сначала так потом я скажу где что написано потому что прочитать с применением лима цорна доказательства на самом деле каждый из нас сумеет и легко сначала будем просто наивно работать и работать итак поехали значит вот надо добиться вот такого это выполняется если для любого игрок из m1 а модуль f1 от y не превосходит нормы f умножить на норму y правильно вот если я это получу то это будет означать что я получил вот это никита все понятно ну как это можно расшифровать значит модуль f1 от z плюс альфа x нулевое не превосходит это моя мечта нормы f умножить на норму этого элемента y то есть z плюс альфа x нулевое значит я вижу два варианта альфа 0 и альфа не 0 если альфа равняется нулю то здесь это зануляется это получается просто f1 тогда совпадает с f это просто определение того что такое норма функционала модуль f от z не превосходит нормы f умножить на норму z так что тут все ясно так точку запятой могу написать понимаете тут надо тратить усилия на всякие оформления но вы правильно спросили потому что я бы тоже вот трех шагов подумал что это за значок такой а вот теперь альфа не равняется нулю альфа смотрите когда я делю обе части вот этого не равенства мечты под данный вопрос можно воспринимать как это ну наши мечтания dream какой то вообще значит я делю на альфа затаскиваю сюда сюда здесь получаю модуль f1 от z поделить на альфа плюс x нулевое не превосходит нормы f на норму z поделить на альфа плюс x нулевое ну и теперь смотрите у меня z бегает по моему несчастному m начальному альфа бегает по всему пространству r но не равно нулю кто будет пробегать тогда z поделить на альфа ну то же самое r правильно я сейчас просто сэкономлю я веду новое обозначение ну какого бы буквы значит x у нас был и вверх был z был вот специально спросил или не зря дэни вот я представь себе что вы мне пишите сколько у вас денег в кармане значит в этом кармане 1 рубль 3 рубля 5 рубля в этом альфа рубли капа рубли я не знаю что капа рубли вот зачем менять регистр естр алфавит и так далее до этого были латинские буквы причем из хвоста это современ вието там и декарта идут эти традиции а b c это коэффициенты грубо говоря в каком-то многощине а x y z это неизвестная переменная величина и так далее потеря попытка был x хороший вариант значит так w это z и это будет пробегать по преднему n при вот таких областях изменения z и альфа ну и все переписал опять мечта модуль f от w плюс x 0 мне превосходит норму f на норму w w хорошая буква тем что она ни на что не похожа остальные такие угловатенькие колючие а это нет даже на омегу издалека смахивает маленькую конечно ну что означает что вот бодуль какого-то числа а это число не происходит у такого но очевидно не отрицательно значит что само это число заключено в пределах от минуса этого до плюса ну ладно значит еще раз пишу в неравиство мечты f от w плюс x 0 не превосходит нормы f да вот так вот так а прежде чем идти в левую часть давайте вспомним f-то у меня кто? Кстати Нет, не понимаю Где он у меня был? А, вот он, f1 Другое дело Значит, он же у меня линейный f1 Это равняется f1 от w То есть f от w плюс f1 от x0 А это у меня параметра Вот прежде чем писать влево минус вот такой части я его так переписал А здесь по-прежнему стоит минус теперь такой же норма f на норму w плюс x0 Все Я был мудр когда отказался писать там всякие следствия Видите, я уже всю доску испещрил и места не хватает Значит, надо понять что нам впереди Что? Можно? Вот мы здесь обсуждали что вот если f1 продолжение то вот такая формула Потом я говорю но если я беру эту формулу и вот с помощью нее осуществляю продолжение значит просто рассматриваю продолжение моего функционала по формуле f1 от y равняется f от z в этом разбиении плюс альфа на а где через а я обозначил f1 от x0 и говорю а могу выбрать каким угодно вот и все Это просто цитата из этого формулы подождите еще раз вот здесь f1 у меня уже на m1 определен на сумме m и вот этого x0 ленина оболочки f1 это уже на большем многообразии живет я говорил вам специально какие-то поэтические слова про то что мы прихватили еще одно измерение а вы не прихватили вы перехватили или прихватили? да, конечно нет, прихватить, с собой унести вы пойдете же потом на другие занятия? вот надо прихватить с собой прихватить это надо по дороге если не по заспорке, конечно так ну давайте теперь вот что я делаю а я вот это все оставлю а вот все что здесь наверху сотру и мне этого будет достаточно там это всякие заготовки общие, философские там знак очевидности где-то даже остался ценить надо и так стираю все вот здесь ясно? вот теперь еще одна эквивалентная формула это не разница я вот это f от w унесу в левую часть и в правую часть будет в левую часть такая минус f от w минус норма f умножить на норму w в плюс x нулевую меньше либо равно опять же это мечты мои а меньше либо равно f от w вот понимаете, все эти нервы в комплектовом случае я бы писать не мог мне пришлось бы там на самом деле работать с вещественными минимуми частями вот потребовала бы доска вдвое большего размера ну я мог бы работать там с вещественными минимуми частями кисел мог бы ввести просто разбиение функционала на минимуме ну короче говоря для первого раза это ни к чему ясно? ну первый раз вы если пришли обедаете и сразу вам говорят ну суп вы сами сварите будет пожалуй чрезмерно лучше получить суп готовым потом уже начать расспрашивать как варили, что, где, чего комплексный это суп или комплексный понимаете, это вот как раз старая беда слово комплексный вообще говоря в русском языке отсутствует это жаргон математиков основан на французском слое французском варианте произнесения этого поэтому если кто-то при вас говорит комплексный обед вы можете сказать ага, это математика если при вас кто-то говорит комплексный анализ это значит, что он не математик это необязательно просто нормальный человек, который периодически ходит в столовой но не математик потому что математик, он и обед комплексным делает и вообще да понятно итак, напишу плюс норма f умноженная на норму w плюс x кто? никита еще раз никита, ну взяли мы сами, да поставили тверточка длинная тверточка длинная отчипили вот кусочек от нее и вот сюда конечно, противо вот смотрите то, что вот эта левая часть я ее вот так напишу сейчас не превосходит вот этой всей правой части это очевидно вот эти слагаем одинаковые здесь что-то со знаком минус здесь что-то со знаком минус одно и то же просто здесь просто вот этот кусок он с минуса вот этот, понятное дело, не придется такого же с плюсом а эти просто спадают так сказать, это верно но, вот представьте себе, что я при разных значениях z пишу вот такие неравенства при каждом значении z у меня свое неравенство от левой части до правой части получается и совершенно не очевидно, что есть какое-то число a которое лежит в их пересечении я вот всегда в этом месте вспоминаю старые времена когда вы покупаете себе комплексный обед комплекс и, значит, оплачиваете это где-то там в кассе потом приходите на раздачу там берут ваш чек нанизывают его на какой-то вертикальный стержень металлический длиной так сантиметров сорок а? это не совсем центрированная система я думал о том, сразу назвать его нет, решил не назвать так так вот здесь суть в том что для вот этого набора чеков при всех z есть вот этот стержень а иной-иной пытаешься насадить на данный стержень интервальчик а он мимо права скакивает и валяется на столе и это как раз и есть техническая наша главная трудность и проблема вот для того, чтобы это выполнялось возможность осуществлялось нам нужно, чтобы при всех w вот это не превосходило вот этого но на самом деле в том смысле, как я сказал чтобы была какая-то вот эта общая точка например я напишу сейчас будет все понятно из моих рассуждений такая, а такое а существует если при любых z1 и z2 левая часть от z1 w1, простите от w1 не превосходит правой части от w2 ну, просто говоря иными словами с упрямым левой части с упрямым по w левой части левой части они превосходят точные нижние грани о w а правой части так вот если это выполняется то вот такое а есть тогда мне гарантирована точка, которая разделяет вот эти во всех этажах по w1 можно какая норма, вот здесь ну а как, вот, нет, понимаете вот вы говорите, почему нам не потребуется, почему это не будет а почему это будет достаточно почему я еще раз говорю, вот вдумайтесь нам нужно чтобы а было таким чтобы оно вот сидело между левой и правой части при любом выборе аргумента w аргумента из m с нориком он же m большой так это плавающие на самом деле границы и вот сейчас я говорю вот заведомо такое серединное место а найдется если у меня в супрямом левой части не происходит инфимума правой части вопрос вопрос только в том верно ли, что вот при любых z1 и z2 левой части от w1 не происходит ли правой части от w2 как вы думаете? никита? да фантастика значит, никита говорит и вот вы к этому пришли вот если это осуществляется то мечта сбывается и здесь будет куда а воткнуть а это оказывается справедливым и вот я сейчас это быстро вместе с вами сделаю теперь осталась чистая техника я стираю вот это вот это потому что оно уже перешло туда в рабочем виде значит моя мечта чтобы при левом w1 и левом соответственно w2 выполнялось вот такое неразиство так? вот левая часть от w1 но давайте подумаем чего это равносильно это равносильно тому что f от w2 перенес туда минус f от w1 я вчера когда это все записывал я писал в других обозначениях и рука у меня не натренирована например написание буквы w поэтому я все время экономлю вей пишу там еще но рефлекса нет у меня она заточена на другие обозначения так я свою правую руку имею значит мне нужно чтобы это было не больше чем норма f умноженное на сумму w1 плюс x0 плюс w2 плюс x0 все ну что сделаем маленький перерыв мы интенсивно работаем так двухминутный перерыв все поехали дальше так значит мне нужно обеспечить вот это заведомо это будет выполняться если я напишу что модуль вот этой разности не превосходит правой части ну потому что модуль этого числа больше бы равен самого этого числа правда же так что если выполняется такое неравиство то мечта опять таки осуществляется а зачем мне это нужно а вот зачем я вот это напишу как модуль f от w2 минус w1 плохие у меня w правильно по определению нормы функционала f живущего на m это не превосходит нормы f умноженные на норму разности w2 минус w1 мне бы получить вот это а я получил пока что вот это да но как от этого дойти сюда ну вы же бывалые люди вышли и добавили x0 ничего тем самым не изменив и объединили w2 вот с этим плюсовым x0 а этот минус w1 с минус x0 и написали что норма вот эта сумма мне говорят суммы норм но в сумме норм минус и минус убираются и получается в точности вот это согласны? нормы f умножены на вот такую скобку я тут времена меняю порядок но это вызвано жестейскими необходимостями как написалось так и опишу так и говорю все получил то что мечтал получить а значит такое а найдется ксения да андрей никита вы на краю доски сидите поэтому все все понятно это был такой гроссмейстер Тарыш Зигверт немецкий и он вот по поводу всяких коней ну это творческий спорт с Чегоринами другими где были ходы типа конь опять он говорил конь на краю доски всегда позор так сказать ну не надо благородную фигуру конь шахматной на краю доски стоят поэтому я сказал у нас край аудитории край доски это то же самое ну ладно так смотрите Чего мы достигли мы смогли это вот главная техническая часть этой всей работы мы смогли наш функционал многообразие м нулевое с сохранением нормы продолжить на чуть больше многообразие м1 шаг второй значит все стираем потому что остался вот сухой это только остаток я итог его запишу научились продолжать f м нулевое на м1 равный м нулевое плюс оболочку вот какого-то выбранного элемента не принадлежащего а вот теперь та самая индукция о которой говорилось значит у нас в наше пространство есть и парабельное существует ну не более чем счетное множество x состоящие из х обозначив их вот так ну и такое что оно плотно в нашем е и вот моя процедура деятельности будет сейчас стать вот чем я взял наше м оно же м нулевое и рассмотрел м1 равное м плюс е на оболочке x нулевое но не у того настоящего которое здесь у нас было а вот взятого из этого списка ну понимаете я не не хочу и не могу контролировать взаимоотношения элементов x маленькая со своим многообразием м скажем в книжке Люстерника и Соболева там выристо давайте сначала выкинем все элементы такого множества которые в наше м не входят но на последующих этапах все равно отношения с м1 возникнут и так далее поэтому правда вряд ли заслужившим мы просто будем говорить так рассмотрим это если что-то приросло если нулевое было не отсюда то я по схеме первого шага продолжение осуществляю до f1 если нет ну просто забываю про это нулевое я его уже отработал и перехожу к следующему x1 и так далее в результате у меня получится цепочка состоящая из звеньев mn fn такая пара многообразия и живущая на нем функционал fn где каждый последующий функционал fn плюс 1 от предыдущего fn отличается тем что он определен на более широком множестве и является его продолжением сохранением нормы правильно давайте теперь введем в рассмотрение еще одно многообразие ms индексу бесконечность которая есть объединение объединение всех вот этих mn напишу на всех случаев это ясно делал тоже быть ленинным многообразием более того это многообразие содержит в себе все наше пространство все множество x потому что мы перечисляли все вот эти x каты они туда включались либо автоматически если вот как здесь он ему принадлежит либо вот путем прихватывания присоединения правильно это ясно стало быть то же самое тогда верно и для такого включения а поскольку их чертой есть все е то значит наше многообразие m плотно в е вам это ничего не напоминает ленинным 5.3 смотрите в этот момент я говорю следующие возможности у меня есть два варианта стираю вот это все потому что это уже теперь никому не нужна арифметика потому что мы все это превзошли ну еще раз вот пока стираю вы сами понимаете вот если бы не было вещественности предложения со всеми этими частями комплексов всяких чисел я знаю только да нет ну в общем совсем мало есть книжек таких стандартов где вот комплексные разбирается по-честному все говорят что можно и все с гораздо большим удовольствием все разбирают трансфинистную индукцию для моторных потому что там они меньше чем комплексные числены но тем не менее вот важно для меня что той формулировки которую я дал и сепарабельность и вещественность они не существенны есть вот такая формулировка кстати теорема с комплектным вариантом обычно ее приписывают нашему математику по мнению 38-й год в общем двойное десятилетие сдвоенное 20-е 30-е годы когда весь учебный аппарат функциональный анализ который мы обычно в этих курсах изучаем рассматриваем сформировано так смотрите два варианта возможно два варианта m бесконечности это все e но мы радостно ставим точку а не точку запятой работа закончена продолжили такие наш функционал f m на все пространство ну вы спросите а стоп а как вообще определяется наш функционал будущий f вот я его сейчас определю так f я определяю ну давайте сначала напишу даже с индексом бесконечности он на каком-то x определяется по формуле f n от x если x вот этот принадлежит mn понятно у меня концентрирована система вот этих mn расширяющаяся вот если x какой-то куда-то попал каким-то номером я уже беру это значение на автоматический в силу согласования с последующими номерами это тоже поипаде понятно значит у меня есть определенный такой функционал и вот я говорю что если это так то автоматически я уже получил f волной линейно ограниченный функционал определенный на всем e а если m бесконечность не совпадает e но как мы видели там m бесконечность с чертой e это спадает то отсюда по теореме 5.3 существует и притом единственный функционал f волной как продолжение уже полученного f с индексом бесконечность с сохранением норм и на этом доказательство заканчивается назовите мне несколько недостатков этой тюрьмы нет единственности хорошо но Никита вы конечно хитрый человек называете такой безобидный недостаток да значит давайте напишем у меня замечание первое нет единственности вот мы на семинаре в группе в среду придумали такой пример берем e просто-напросто плоскость вот эту мою в которой я хожу метрика 1 когда норма х это норма модуль х1 плюс модуль х2 беру m мир где вторая координата равна нулю сейчас картину мира нарисую вот у меня мой m а это все у меня мое e да и беру функционал f живущий на этом m f от x ну равен например x1 вот это x1 координат линейный функционал да ну как все функционалы в количестве мирного пространства линейного он ограничен это мы знаем но сколькими способами я его могу продолжить с сохранением нормы на все пространство на плоскость ну разными самыми например я могу с ним связать функционал f крышкой 1 от x равный x1 какой и был тоже продолжение правда просто обнуляю как бы координаты вторую в линейной форме как вы привыкли функционалы воспринимать это просто 1 умножить на x1 плюс 0 умножить на x2 а можно продолжить и так коэффициентики равны единице это тоже продолжение и понятное дело что и у того и другого функционала нормы равны единице как и у функционала f так что вот так Никита предложил некое ценное замечание сравните вот с тем что было в задаче 9.9 которую я цитировал в самом начале лекции в гильбертом пространстве вот в этой ситуации в ханнобанах продолжение единственное возможности так еще какие недостатки вы видите вот еще раз значит аксиомы выбора на самом деле вот я тут присяду опять смотрите к аксиоме выбора иногда относится как к какому-то излишеству ну вроде не знаю там каких-то амаров под особым соусом в физтехской столовой а вот здесь выясняется что если мы не можем доказать теорему хана-банаха в общем случае без лемы-цорна или там чего-то из этого равносильного помощи ряда ну как-то обидно даже становится и вот точно так же помните я вам говорил что для того чтобы доказать существование линейного функционала в произвольном пространстве нужна опять же такая вся техника борец гаммеля чтобы борец гаммеля выбрать вот андрей свидетель опять нужны такие инструменты это вот просто к тому что мы как-то обходимся вот в такой повседневной математической практике будучи курс вашего матанализа вы же нигде лемы-цорна не использовали ну в вашем курсе матанализа правда ну что нет а если кто-то использовал то ему очень не повезло нет понимаете в курсе нет вот я понял значит в курсе интеграла Лебега вы обсуждали вопрос бывают ли неизмеримые множества и так далее это все делается с помощью аксиома выбора согласен но я сказал стандартный курс математического анализа интеграл Лебега это отдельная ветвь и это говорит о том что в каком-то смысле интеграл Лебега и вся эта теория это вот грубо говоря линия которая возникнет в 18 веке в таком виде не могла ну раз аксиома выбора не было толком непонятно было бы что это такое это вот важно хорошо еще какие замечания претензии к теореме анабанах ну всякое есть но я вот касаться пока не буду значит смотрите давайте обобщение давайте вот напишем замечание 2 обобщение теоремы ханабанах это разбирается это и книжка колмогорова фомина из нашего списка это и книжка люстерника и соболева из нашего списка книжки хаттона и пима из нашего списка там трусливо говорится конечно что это мы все делать не будем считаю заморскими сложностями ну вот и у меня в списке книг нет во втором семестре будет книжки Конторовича Акилова но про Конторовича я вам немножко рассказывал помните Акилов это его автор по некоторым математическим текстам питерские тоже книжка очень мощная 900 страниц вот такая и она вот для меня интересна конечно соединением личного опыта Конторовича это ну Конторович говорил что вообще он в своей жизни гордился двумя вещами так вот все-таки метод линейного программирования который стал потом таким ну прорывом и он говорил что кстати вот эту всю методику которая там у меня была он ее получил ну своего рода методом спуска из структур бесконечномерных функциональных анализов потому что там он уже к этому всему привык ему легко было это придет второе чем он гордился это как раз его абстрактное чистое достижение в теории полупорядочных или как еще их называют К-пространство вы наверное догадываете К и Конторович это одно и то же в данном случае вот то есть у него вот как бы в его отношении к функциональным анализу на полюсах вот прикладные вещи и вот такие теоретические потому что эти полупорядочные пространства может скажу как-нибудь они в каком смысле являются универсальными объектами в этом мире и поэтому он конечно справедливо этим гордился в общем несопарамидность всюду есть вот даже оттуда второе обобщение какое может быть комплексное ну вот самое простое я сейчас скажу вот ночью опять посмотрел ну Конторович Акилла возьмите там это обсуждается что еще вот есть куда более серьезный вопрос если вы откроете книжку скажем Калмагорова Фомина там Терема Хана Банаха будет называться несколько другое утверждение значит там будет случай несопарабельный там в общем случае это делается а там сохранится вещественность но там начало будет таким что пусть функционал Ф от Х на М вот это начальное многообразие наше не происходит некого П от Х где П от Х это однородная полуаддитивная функция ну и функционал в данном случае потому что он такого же полеягода значит однородность это понятно что П от Альфа Х есть Альфа на П от Х полуаддитивность это П от Х один плюс Х два пополам в аргументах больше или меньше выбран П от Х один плюс П Х два и пополам значение ну грубо говоря выпуклость всегда определяется как выпуклость низ значит полусумма значений больше равна значению в полусумме аргументов из этого на самом деле вытекает что на всем отрезке аргументов не буду записывать выполнять соцсущественные отношения и вот это оказывается очень существенным действительно расширением поля деятельности теоремы ну немножко другая формулировка у Калмагорова и у Контароича Акилова значит здесь я напишу Калмагорова фамилина в моем издании это где-то там 136 можно сказать проще глава 3 параграф 2 лучше так то есть издания разные но глава 3 параграф 2 здесь минимотехника простая сначала большое число а потом маленькое обычно бывает наоборот сначала 2 потом 3 а тут сначала 3 потом 2 глава 3 а параграф 2 и там это и есть вот что это нам делать вот понимаете вот здесь ведь что на самом деле за этим стеет я напишу что модуль ф от x мне превосходит норма f умножить на норму x и вот в качестве такой однородной ну нормировки иногда употребляется сам термологи не буду все сообщать вот не хочу хлебровочный фунг обычно называется вот понимаете здесь вот этот функционал f от x он вот такой константа умножить на норму x это не линейный функционал но норма она вот такая полуаддитивная понятное дело и однородная и вот можно вместо этой нормы и привязки соответственно к шарам работать с любыми вот такими функционалами а различия получаются вот какие вот это мы обсудим в следующий раз с помощью вот нашей теремы хана-банаха я смогу опорную гиперплоскость проводить к любой точке сферы ну беру сферу и сформирую в вещественном случае такую гиперплоскость то есть ну что тех точек где какой-то линейный ограниченный функционал f от x принимает постоянное значение ну вот в нашем трехмерии где мы с вами разговариваем гиперплоскость не проходящая через ноль а общая плоскость гиперплоскость это вот множество где а1 x1 плюс а2 x2 плюс а3 x3 равняется какой-то константе b правда вот сюда переносит и конечно вот если я умею пройти гиперплоскости к шарикам сферам это здорово но к нам придет какой-нибудь кепер и скажет что ему ну крайне нужно келлипсом эллипсоидом опорной гиперплоскости пройти в каждой точке и вот эта общая постановка задачи в тереме хана банах с калибровочной функцией такой позволяет эти задачи решать тоже для любого выпуклого на самом деле тела это можно уже будет делать понятно а это то есть открывает масса возможностей в теории управления ну вот у нас есть эксперт в теории управления слова какие-то же наверное про отделимость множество выразносились в этом курсе правда грубо говоря вот я взял два шарика в нашем пространстве можно ли провести такой гиперплоскости чтобы один шарик был по одну сторону а другой по другую вот когда я умею вот так проводить опорный гиперплоскости шарику я на самом деле смогу и шарики разделять уже там а вот хотелось бы разделять не только шарики но и вообще потому что будет сложная природа и вот эти теоремы это все позволяют делать ясно так сколько у меня минус осталось сколько 20 великолепно вот теперь вечная вещь пишется на доске список следствий с помощью которых мы это сейчас обсудим решаются некие практически важные задачи вот я беру ту классификацию следствий которые есть в книжке Хатсон и Пима 4 штуки потому что у Люстерника и Соболева там одна классификация вообще их непонятно сколько этих следствий а у нас вот будет 4 и так следствие тюремных анабанных следствие первое значит шапка будет сюда одинаковая Е нормированное пространство неважно над чем многообразие пока не пишу оно где-то появится где-то не появится следствие первое пусть М в Е линейное многообразие такое что его замыкание в Е не равно значит кто-то есть картина вот такая и пусть Х нулевое соответственно это кто-то кто вот этому замыканию М не принадлежит сейчас я просто проверю твое обозначение чтобы потом вас не подвергать лишним сомнениям хорошо пусть так просто да у меня Х нулевое было вот эти а Х нулевое я написал все вот я это проверял и так понятно есть М и есть Х нулевое не принадлежащее тогда говорит это следствие найдется функционал F из Е со звездой определенный и непрерывный на всем Е который удовлетворяет следующим трем свойствам первое М содержится в ядре этого функционала то есть на всем М наш функционал обращается в ноль в противовес этому значение функционала в точке Х нулевое не ноль совсем не ноль а именно единица и в третьих что тоже оказывается очень важным норма функционала оказывается равна 1 поделительное расстояние от Х нулевое до нашего многообразия М ну расстояние от Х нулевого до М есть это не точка прикосновения как здесь написано это вот такая положительная величина более человеческие какие-то контуры начинают проступать вот грубо говоря мы вот здесь функционалом разделяем два множества одноточечное множество Х нулевое и вот это многообразие М большое вообще вот та самая задача разделения о которой я уже говорил в частном случае детстве два детстве два значит я еще раз говорю я сейчас их напишу доказывать не буду потому что я не хочу чтобы сегодня мы только доказывали я хочу после того как мы напишем эти четыре следствия чтобы мы посмотрели на некоторые применения практически этих следствий это будет веселее гораздо правда а докажем в следующий раз это дело нехитрое итак следствие два если Х какой-то элемент Е отличный от нуля то найдется функционал Ф из Е со звездой такое что его норма функционала равна единице но смысл этого соотношения в том что он совсем не нулевой так сказать как бы а его значение в точке Х нулевое прокладывает мостик дорогу к другому замечательному функционалу который у нас фактически вот как калибровочный фукс соседел в теореме к норме Х так Х нулевой декстрит формировка понятно такая польза нет а формировка есть для любого Ф единства звездой Ф от Х равняется Ф от У то Х равняется У Я об этом уже немножко говорил вот если у меня у Никиты устройство такое что все функционалы принимают на нас одинаковое значение то есть у нас одинаковый рост вес оценка по функционалам анализов зачетной книжки и количество выпитых утром чашек кофе ну в общем все что только можно у нас совпадает он говорит ну тогда Никита и вы это одно лицо ну и пожалуйста говори это то что называется в криминалистике системы Бертельона в 19 веке была такая замечательная система ее придумал статистик ну такой занимавшийся судебной практикой статистики непростой Бертельон он вот просто понял что если каждому сопоставить ну примерно 75 параметров всяких рост ну желательно конечно с весом не связываться потому что сегодня мы съели что-то завтра не съели что-то а вот всякие антропологические ну рост расстояние скажем там от зрачка левого глаза до большого пальца в канонической позе на правой ноге ну все так измерять и потом если вот судебные картотеки говорят что вот те которые совершили такое преступление имел такие-то вроде бы параметры ну находят Никиту естественно в картотеке и говорят вот Никита и совершил считается что набор такой исчерпывающий богатый то двух одинаковых наборов быть не может на самом деле преступление совершил я просто у нас набор один ну и все после того как судебная практика привела к нескольким неправильным и весьма суровым приговорам поняли что это не панацея ну и потом наконец вот на ровежевиков появилась деккселоскопия не до сих пор никаких претензий это на самом деле те же самые QR-коды как мы понимаем только на языке неправильных линий это вообще очень-то хорошая тема надо написать что-нибудь потому что современные цифровые обработки вот этих линий они же связаны тоже с формированием каких-то точек и так далее пикселей понятное дело ну в цифровом мире и вот вещи в общем психологически похожи ладно замечательный частный случай такой что если исчезает как говорят в математике какой-то функционал если все функционалы исчезают на элементе x то x это 0 ну разность x и 4 очень красивое следствие неожиданное для любого x из е его норма есть в супровом модуле f от x на единичной сфере в сопряженном процессе вот сравните к определению нормы f есть супровом модуле f от x на единичной сфере пространстве е а здесь берется единичная сфера въезд и звезды в каком-то смысле взаимными оказываются эти миры вот это очень интересно что кто они да боже упаси вы задание значит еще не сделали там написано что сопряженный кальпэйт есть кальку например сопряженный кальпэйт есть бесконечность или сепарабельный совсем не сепарабельный нет тут все гораздо хитрее ну а давайте посмотрим на какие-то применения я теперь бежал сотру вот эти обобщения так сколько у меня минут 7 минут 10 еще лучше применение следствие ну про следствие 1 пока говорить не буду это еще потом посмотрим например с помощью следствия 2 проводится опорная гиперплоска ну по какой-то схеме примерно вот я взял единичную сферу взял на ней какую-то точку и хочу провести гиперплоскость а это гиперплоскость я называю множество решений какого-то вот такого уравнения f от x равенец альфа константа как это и я хочу в вещественном случае чтобы вот как здесь было нарисовано при любом при любом x на s f от x ну например ну например было больше либо равно f от x нулевое ну скажем картинку например такую я нарисую вот у меня есть плоскость на которую уселась вот так сфера точка x нулевое вот этой плоскости касается вот я хочу взять точку взяв точку x нулевое подобрать такую плоскость чтобы вся сфера была по одну сторону от этой самой плоскости ну и чего как мне подобрать такую что мне говорит вот тут написано из следствия 2 давайте вот просто смотреть найдется функционал для любой ну не нулевая точка действительно на сфере сидит значит норма равна единица а значение такое вот берем эту самую f из следствия 2 и смотрим ну есть f от x в произвольной точке вот здесь на сфере можно брать и внутри шарика то же самое оно не превосходит ну модуль f от x напишу пока так не превосходит норму f умножить на норму x это единица это единица а это норма нет вот давайте подумаем еще раз значит она ага с одной стороны она в этой точке f от x в точке x нулевое знаваться да вот для выбранной точки x нулевое надо написать для точки f от x нулевое она равна норму x ну норма x равна x нулевое равна единице это вот первое обстоятельство а вот теперь если я возьму f от x в любой точке на сфере как там нарисовано это не происходит норма f умножить на норму x это равно единице это равно единице вот взял средство 2 здесь получается единица но это есть не просто единица это есть f от x нулевое я тут без модуля возьму разумеется просто там и написано там же у меня без модуля надеюсь написано ну конечно вот и все вот понимаете вот геометрическая такая сторона разом поступает что нибудь про следствие 3 ну это совершенно замечательно то что я написал следующее вот я для точки x нулевое подобрал такой функционал во следствии 2 чтобы он в точке x нулевое принимал вот такое значение и чтобы его функционалная норма равнялась единице тогда для любого x на s f от x а ну уберу сейчас модуль не происходит норма f умножить на норму x это не превосходит ну если сфера то единица равно если шарик то меньше равно а это равно единице это произведение единиц дает единицу которую я запишу сейчас как f от x нулевое вот это и есть лежит в одну сторону ну весь мир вот в трехмерном случае там если вы проводите гиперплоскость которая будет нулем функционала то в естественном случае будет плюс мир и минус мир правильно вот эта запись и x на n равняется d у вас вот это она определяет ну знаки что ли полупросто ясно хорошо это теперь следствие 3 наследствие 1 есть наследствие 2 есть так вот вот здесь могу встретить наследствие 3 я уже вам говорил что появляется ну это появилось вот в квантовой механике прежде всего потом распространилось по другим ответственностям по другим пространствам не только гиберту понятие слабой исходимости очень важное определение мы будем заниматься детальнее этой штукой в следующем симметре в самом начале я разделил здесь на части но сейчас дам определение то есть есть нормированное пространство е мы видим что x n слабо сходится в е элементу x если для любого f известный звездой f имеет пределы на самом деле элементы считаются близкими если у них все результаты измерений с помощью функционала f близкие вот главное в этой психологии и вот все было бы хорошо если бы вы могли отвечать на вопрос а не может ли быть так это корректность с определением по-моему что говорят а не может ли быть так что какая-то x n сходится и к штриху и к штриху и они разные в общем-то не хотелось бы если одна и та же партнер сходится и туда и сюда но это вообще ну в квантовой механике не то бывает конечно но все-таки не хотелось бы и вот почему этого не может быть объяснять теорема Хана-Банаха а точнее ее третья следствия ведь что это означает это означает что f от x n при любом f из е со звездой f от x n имеет самым пределом и f от x стрих и f от x до штриха но я вот специально спрашивал про ваше отношение математическим анализам математическим анализам вы знаете прекрасно что числа последствий имеет один предел это значит f от x стрих равняется f от x до штриха и так будет для любого а теперь смотри что говорит следствие 3 оно говорит что есть ну в точности же да но хорошо если есть теорема Хана-Банах а представьте себе что обобщенный каши в своем 19 веке придумал понятие слабой сходимости и он напишет как несчастный на полях арифметики диафанта он придумал новое замечательное понятие слабой сходимости но не знает к сожалению ни что такое нормированное пространство ни тем более почему это определение корректно а вот если есть теорема Хана-Банах то уже это определение корректно становится практическая задача да конечно еще одна задача на следствие 4 это то что я думаю ну что же нам оставили возможность начать разговор с безобидной темы дальнейшее перечисление замечательных применений в следствии есть такая книжка очень симпатичная двухтомная эстетика памятник эстетической мысли итальянского возрождения и там есть перевод сочинение Луки Пачоли ну это и математика хорошая и основатель от современной финансовой математики вот сколько-то лет назад там отмечали 500-летие его он в конце 15-го века там все-то там придумал здесь знаменитая картина где он изображался своим учеником там дозыкаэдром и так далее у него замечательная совершенно там есть и глава а сочинение посвященное золотому стечению он его называл божественная пропорция пропорция дивизионная и там главы такие в этом разделе о седьмом невообразимом следствии хвост божественная пропорция ну и помимо вот невообразимых бывают и все всякие другие ну вот у нас видите тоже коллекция применения и следствия делает этот набор следствия самих в себе весьма авторитетным не то что невообразимым но заслуживающим уважения внимания и почтения все вам спасибо 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 спасибо